Без вас этого не получилось. Спасибо вам, что вам! Спасибо, Россия! Ура! Победа! С праздником! Победа! Россия! 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 Президент Российской Федерации! Ура! Путин! Ура! 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 Победа! Дорогие друзья! У нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день. Уважаемые граждане России! Дорогие крымчане и севастопольцы! После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань! Ура! Победа! Родным берегам! Постоянные приписки! В Россию! Ура! 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 Россия! Россия! Ура! Крымчанам и севастопольцам за их последовательную, решительную позицию! За их ясную, выраженную волю быть вместе с Россией! Мы очень переживали за них. И Россия ответила им теплом. Повернулась к ним и открыла все свое сердце, всю свою душу. Мы очень переживаем за то, что происходит на Украине. Но я верю, что Украина преодолеет все трудности. Мы не просто соседи, мы самые близкие родственники. И наш будущий успех зависит от нас и от России, и от Украины. Еще раз хочу поблагодарить за мужество и последовательность кромчан, севастопольцев, за то, что они не предали память о своих героических предках. За то, что они через годы, десятилетия пронесли любовь к нашей Родине, к России. Мы вместе много сделали, но предстоит сделать еще больше. Предстоит решить очень много задач. Но я знаю, я уверен, мы все преодолеем, все решим, потому что мы вместе. Слава России! Слава России! Ура! Ура! Слава России! Ура! 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 Субтитры подогнали Симон. 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 в Россию и один из его легендарных городов Севастополь. Россия, вперед, Россия, вперед, 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 Володь, поздравляйся, Володь, Володь, Володь. Севастополь 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 Ура! Дорогие друзья, сегодня день победы. Ура! 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 Выступление Владимира Путина. Программа Победа на века. В том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и останется. И русский, и украинский, и крымско-татарский. Повторю. Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет в деньгарств. Все поддержали участники. Мы поддержали форум. Мы поддержали два приезда срока Путина. Путина Владимир Владимирович. Все медведи возбудили Анатольевича. Владимир Путин, меня толще медведей. Присоединение Крыма и Севастополя к России. Подбавляем, поддерживаем. Наш президент вас просил правую честь. Идя вся страна, все за два президентских рока Путина Владимира Владимировича. Россия. Мы с вами, и русские, и украинцы, можем вообще потерять Крым. Причем в недалекой исторической перспективе. Задумайтесь, пожалуйста, над этим словом. Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означало бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы натузкий флот. Что возникла бы угроза для всего юга России. Не какая-то эфемерная, а совершенно конкретная. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально могло бы произойти, если бы не было крымчан. Спасибо вам за это. Мама, что надо? Кстати говоря, мы не против сотрудничества с НАТО. Совсем нет. Мы против того, чтобы военная организация, она-то остается при всех внутренних процессах военной организации. Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости натовским морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своем отличные парни, но лучше пускай они к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним. Что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша обеспокоенность понятна. Ведь мы не просто близкие соседи. Мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев, мать городов русских. Победы на веках. Мы все равно не сможем добиться с другим. И скажу еще одно. На Украине живут и будут жить миллионы народных людей. Русскоязычных прав. И Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами. Однако прежде всего сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы права и интересы этих людей были гарантированы. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности страны. Мы хотим дружить с Украиной. Хотим, чтобы она была сильным, суверенным, самодостаточным государством. Ведь для нас Украина это один из ведущих партнеров. У нас множество совместных проектов, и несмотря ни на что я верю в их успех. И главное, мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир и согласие. И вместе с другими странами готовы оказывать этому всемирное содействие и поддержку. Но, повторю, только сами граждане Украины в состоянии принятых порядок в собственном доме. Уважаемые жители Крыма и города Севастополь. Вся Россия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью. Это именно вы, решительство в Украине. Срока Путина Владимира 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 2012-2014 годов. Поддерживали друг друга. Это были истинное чувство солидарности. Именно в такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа нации. И народ России показал, что в силу, в своей сполоченности, поддержал соотечество. Ура! 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 Великая победа на века! Россия великая страна, великая страна, достойная владельцем на веке в веках. Россия основывалась на воле миллионов людей, на общенациональном единении, на поддержке ведущих политических и общественных сил. Я хочу поблагодарить всех за этот патриотический настрой, всех без исключения. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Мы явно столкнемся и с внешним противодействием. Но мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные ингредиенты. Или будем мечты издаваться от неизвестных веков. Некоторые западные политики уже спращают нас не только санкциями, но и перспективы обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать, что они имеют в виду. Действия некой пятой колонны разного рода национал-примушителей или рассчитывать, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недовольство людей. Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные. И будем соответствующим образом на это реагировать. При этом мы сами никогда не будем стремиться к конфронтации с нашими партнерами. Ни на Востоке, ни на Западе. Наоборот, будем делать все необходимое, чтобы устроить цивилизованные, добрососедские отношения, как это и положено в СССР. Уважаемые коллеги, понимаем к крымчан, которые последовали вопросы референдума предельно прямо и чётко. Быть крыльями либо с Украиной, либо с Россией. И можно вам уверенно сказать, что руководство Крыма и Севастопа, депутаты законодательных органов власти, сомневые вопросы референдума, поднялись над групповыми и политическими интересами и руководствовались во главу угла, подставили исключительно коренные интересы людей. Любой другой вариант превысит, каким бы привлекательным, он не казался на первый взгляд, в силу исторических, демографических, политических и экономических особенностей этой территории был бы промежуточным, временным и взыклим, неизбежным привел бы к дальнейшему обострению ситуации вокруг Крыма. И самым пагубным образом отразился бы на жизнь людей. Крымчане поставили вопрос жестко, без компромисса, без всяких полутонавок. Преференда был проведен открыто и честно. И люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю. Они хотят быть с Россией. В России также предстоит принять сложные решения, учитывая всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. Каково же сейчас мнение людей в России? Здесь, как и в любом демократическом обществе, есть разные точки зрения. Но позиция абсолютного, я хочу это подчихнуть, абсолютного большинства граждан также очевидна. Вы знаете, последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях. Порядка 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в стране. А более 83% полагают, что Россия должна это делать, даже если такая позиция осложнит наши отношения с миром и государством. 83%... 86% граждан нашей страны убеждены, что Крым до сих пор является российской территорией, российской землей. Ура! Победа! Наша Россия, наш президент, вас наш сила, права и честь. Она абсолютно коррелируется с тем, что было в Крыму на референдуме. Почти 92% выступают за присоединение Крыма к России. Первый строк, а Путин, Владимир Владимирович, если 19-24 год всегда. Таким образом, поправящие российские служители Крыма и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Путин, Владимир Владимирович, 2012-2018-24 годы. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Ведведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший мир! И тогда Владимир Владимирович, Путин, Дмитрий Владимирович, Ведведев, партия «Единая Россия» и «Народный фронт». Мы вызываем в Одессу лучший мир на веках. Присоединение Крыма и Севастополя к России на веках. Крым может быть основан только на воле народа. Потому что только народ, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые Дмитрия Государственной Думы, граждане России, жители Крыма и Севастополя. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, в нашу федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации Республики Крым и Севастополя. Поддерживаем! Ура! Победа! Наша Россия! Наш Президент! Вас наша сила! Право и честь! Единая Россия! Вся страна! Все за два предельских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018 от четвертых годов и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича Присоединение Крыма и Севастополя к России! Ура! Звека! Победа! Победа! Наша Россия! Наш Президент! Вас за сила! Право и честь! Наша Россия! Наш Президент! Уважение Республики Крыма, города Севастополь в Российскую Федерацию! Не сомневаюсь в вашей поддержке! Россия! Великая страна! Достойный Президент! Самый лучший в мире! Владимир Путин навеки! Навсегда! Ура! Победа! Ура! Победа! Два предельских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год Свет Струящий Делит Хреста Живой Христос Воскресе Счастья Случив на всей землей Священные напевы Наш Грища Зарю За два предельских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года Тандем Путин-Медведев По партии Всем народный фронт Армия ФСБ МВД Звучит всех наций Конвенции Приседение Косевстополя Крыма К России Навеки Навсегда Ура! Ура! Средину России Приседатель Госсовета Ура! 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 Победа! Священные напевы Зарегли в сердце Кмцарю На два предельских срока Путина Владимира Владимировича 2013-2020 год Путин-Медведев Приседение Республики Крыма К России Герои всех в строю Крымщиканин по вручатке Победоносный шаг, договор подпись в небе, договор подпись в небе, о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Ура, победа! Сеченное напево, за Трисер, так, старю, за два предетских игроков Унина Владимира Владимировича, ДНП Путин Медведев, приседение Савостополя Крыма к России, герои все в строю. В текане по брусчатски победоносный шаг, в небе развивается российская слава и флаг, парад на Красной площади, божественный восхит, два предетских игрока Путина Владимира Владимировича, ДНП Путин Медведев, приседение Савостополя Крыма к России, объединили всех, с единую Россию, священный долг, печать, всеобщая победа и мировое восхитие. ДНП Путин Медведев, приседение Савостополя Крыма к России, герои все в строю. Герой главной армии, отечество сыны, гордится вами Родина, во все века и дни, великая отчизна, любимая страна, вас высших мыслей жизни, завейте нам, да-да. Герой главной армии, отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, Ветками данная, мудрость народная, сладься, страна, мы гордимся тобой. Ура! Ура! Победа! Ура! С праздником! Ура! Наша Россия, наш президент, было нашей силы правы и чести, и было радостное чувство видеть Владимира Владимировна, президента, самую лучшую��어 победы. М江laws! Поздравляю вас, спасибо, благодарю вас. Наша Россия, наш президент. Наша Россия, наш президент, ваша света, права и честь, Вечерный Россия, честь! Наш президент, ваша света, победа вперёд! Всегда, приветствую с вами! Дорогие братья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok